4871 на сегодня конец ноября лукойл выделили два молочных зуба все хорошо в Уфе возле Меги начали подготовку к зиме делают катки пока что снега мало но уже потихонечку наводят красоту деревья поставили белые мяночка у нас у стоматолога была два зуба вырвали молочные зубы вырвали и мы пошли сейчас прогуляемся в Мегу вот там зуба все, пошлите возьми за руку какая красота сегодня снег шел ночью все покрыло белым цветом такое красотища прям выходишь как в сказке в поселке у нас еще все дома в один цвет и цвет еще такой приятный чистый нет никаких проводов сосны газон который покрылся снегом все в одном стиле вот вот такая деревня должна быть в принципе тут только договориться людям все делать в одном стиле и все и уже приятно и красиво туда же дело не в деньгах и стоимости там домов один единый стиль гармония вот такой должен быть поселок вот так вот оно вот как нужно кайфовать это ребята кайфовиль который находится в России только в России можно так хорошо то как вот так вот я хожу на работу зимой босиком в сланцах мерседес вот он кайф жизни офигенно красотища вышли тут соли маленечко подышать воздухом между делом еще убрать снег и еще я решил закидать снегом все эти насаждения которые у нас есть виноград ореховые деревья сейчас сейчас я покажу короче пока тут снег выпал еще нету сильных морозов у меня виноград посажен сейчас все это дело этим мягким пушистым снегом закидаю это будет как одеяло у нас спрашивали как у вас там сосны поживают нормально или нет все отлично в общем-то все деревья прижились кроме одного дерева там земля ушла вниз из-за коммуникаций повредил наверное корни что-то прям я это уже показывал сильно ушло ну в общем оставили до следующего года а так все деревья в принципе прижились здесь вот есть у нас кустарники тоже сейчас закидываем вот еще ореховые деревья Оля вот такие вот бугры накидывает на все тем самым создаем такую теплую подушку чтобы эти деревья у нас до следующего года хорошо себя чувствовали потому что такие вот моменты бывают перепады температур выпадает снег потом резко потепление бывает и потом сильно мороз и образуется лед и вот этот лед может в общем повредить он потом начинаем снег чистить что-то он цепляется за дерево ломает его а так если накидать сразу побольше снега то коркаль вот это даже если лед будет наледенение будет на вот этом бугре тем самым основу дерева не повредит сохранится в общем как-то так знаю первый раз это делаю насколько это правильно не знаем но чисто вот по логике думаю что это верное решение но это только чисто знаете вот один год там дерево приспособится одну зиму переживет и все потом пофигу и там он милана у нас дома нас ждет не марай стекла мама чистила вниз нажми откроет все иди играй пока иди сейчас мы маленечко поубираемся и зайдем в том году из-за того что здесь не было застекления получается такой сквознячок был и туда сильно снег задувало и здесь прям такие бугры снега наваливало а вот в этот раз даже снег шел тоже достаточно ну видите выпал нормально но вот там рядом все осталось сухо туда снег не задувает теперь это уже хорошо потому что в прошлом году я закребался оттуда выгребать в этом году уже нормально ну как я в принципе и рассчитывал и вот это за счет застекления беседка у нас стала шире ну визуально и намного круче смотрится особенно зимой вообще круто мы здесь еще подсветочку сделаем повесим какие-нибудь фонарики эти новогодние и будет конкретно база отдыха и вон Оля там ходит что прокомментируешь Оля вот похожа на снегурочку новогоднюю тебе давай прокомментируй как тебе начало зимы идем поближе ни черта не видно ну давай давай тут не видно не видно накрашена ты или нет идем здесь просто зима тебя это накрасила уже щечки красненькие вон а то Оля весь день уроки делает дома с Миланой запарилась уже дома сидеть ну давай идем поближе не стесняйся да подойди поближе что ты ну Оля ну что тебе надо подходи короче вышли маленечко воздухом подышать да заколебали эти уроки достали уже конкретно Олю конкретно меня не очень потому что я не сильно прям участвую в этом у меня прям это нервное так что вот этим веником ну так вот покажи этому снегу но я хочу сказать что я никогда ну как бы очень-очень редко срываюсь на детях срывалась в последнее время я себе прям задачу поставила чтобы даже голос не повышать потому что нужно ребенка снять вот и вообще ребенок не виноват если вы не можете что человек столько всякой ерунды на придумывали да вот и очень часто все мамы срываются на своих детях там разбивают телефоны компьютеры кричат не пускают гулять я если зла я Милане скажу ну иди гуляй с глаз моих долгов да а сама идешь такая снег чистить на улице нет а я сажусь дураки пыталась понять как бы чтобы уже спокойно объяснить и нормально в общем когда хотите отдохнуть выходите на улицу и чистите снег вот прогуляетесь прогуляйте туда я на камеру здесь сниму как у нас красиво какая у нас красота дома как на базе отдыха короче очень круто вообще вот эта зима у нас классно прям я вот кайфую в инстаграм звонок делала маме и показывала беседку она говорит прям не верится что вы дома как будто бы где-то в обзанх выйдет ну как на базе отдыха какой-то да ты сейчас особенно как будто приехала какой-то горнолыжная трасса тут где-то там ресторанчик кофечка наконец-то а вот эти сосны особенно круто смотрятся не зря мы их посадили обычные деревья такой эффект не дают и бывало пустота если бы пустота да а так вот сейчас эти сосны представляете вырастут здесь такие будут классные зеленые большие блин и вот сочетание с нашей беседкой вообще круто ну белки они сами придут а вот это ель вот это настоящая русская ель посмотрите как здесь ложится снег да вот это ель вот это сосны вон там на еле прикольно да снег лежит по другому чуть-чуть такая красивая русская зима да смотрю прям кайфово ну там пока не видно что сейчас вот у нас вырастут вот эти ель и сосны будут будет здесь у нас прям такая конкретно новый год да можно этими фонариками оформить под них что-нибудь свет еще сделать и вообще круто чтоб свет снизу светил что-нибудь такое еще у нас тут предстоит на следующий год двор доделать тут крыльцо и тут крыльцо плиткой красиво сделаем и здесь и будет вообще крутяк а сейчас у меня задача подержу мне вон туда снег надо накидать потому что говорят что ну виноград типа не выдержит эту зиму и нужно было якобы этот виноград вниз ложить но я не хочу откручивать этот виноград отрывать его что-то там ложить поднимать в природе такого не бывает в природе только вот единственное чем я могу помочь это сделать вот так укрыть одиалов в природе вот так вот сделать и вот это должно наверное помочь поднимать поднимать Заодно дорожку почистил, да? Проход почистил. Вот так вот накрыть по-любому нормально. У меня тут мята тоже осталось, тут не видно. Да, все там уже, надо было раньше собрать. Нет, но у меня запах-то есть, для обхамалок мят используется. А тут у нас смотри, я видела, кстати, днем так красиво. Собрать можно вот этот шиповник, там еще есть, на следующий год здесь еще разберемся. Но днем это так красиво смотрится, это прям они там висят эти ягодки. А ты там рябину уже сажала, да? Нет. Или у нас какая рябина, черная? У нас нету рябина, черноплодная, это не так. Красную рябину ты хочешь? Да, для красоты. Ну вот, кстати, можно, да. Как раз там вот она бы висела. Где-нибудь еще посадить? Вот у нас там одно дерево, не знаю, выживет, не знаю, нет, этот абрикос. Ну вот туда можно рябину посадить. Она сломанная. Вот на следующий год посмотрим. Да. И туда я можешь как раз рябину посадить. Рябина прикольно, то, что зимой она так и висит до конца. Да, и у нас, если когда-нибудь в этой жизни вырастет хурма, тоже будет висит. Тоже зимой будет. А так прикольно, да, зимой растет, такой подошел, такой замороженный. Прикольно сидел. Круто. Так, вот еще здесь включаем свет нашим хамаме. Нужно фонарики повесить, не будет красота. Ну, сейчас съездим с Олей, купим специальные фонарики, оформим. Вон там соседи у нас тоже красоту наводят. Чуть повесили и уезжали, да, устроили опасно. Ну, да. Газончик у нас весь покрылся снегом. Деревья тоже закидываем снегом. Это у нас батут разобрали, каркас только оставили. Это передняя часть у нас дома. Липа оранж. Вот сегодня днем ходила, у нее ветки такие прям сочно-оранжевые. Даже как будто из пластилина из оранжевого. Такое, да, да, цвет прикольный. Надо днем заснять, показать. Вообще красивое дерево. И зимой тоже очень красиво смотрится. Особенно большое, когда будут эти ветви. Ну, это по-любому, когда здорово будет, прикольно. И вот клен, вот эта липа. Тут сосну мы посадили, тоже приросла у живом большая. У нас тут автоматический свет есть, включается. На днем она прям горит оранжевым цветом. Я не знаю, так видно, нет? Здесь это днем надо снимать. Оранжевое дерево. Ну. Прикольно. В общем, все деревья у нас тут в спячку ушли. Кустарники всякие. Все это дело здесь закроется снегом. Тут тоже бугорки сделали, каштановые деревья. И посмотрим. Там мы 20 деревьев сажали в прошлом году. Все они выжили. Нет, кроме одного сломали. Ну, это я и не имею ввиду, что сломались. Это же технические. А чисто по биологии, да, то, что они прижились или нет, все прижились. Все прижились. Здесь одно дерево просто снегом сломало. С крыши упало. А другое землю тогда прижились. Да. Так что все деревья, в принципе, приживаются. Все нормально. Единственное, вот ореховые деревья мы там посадили. Да. Хоть бы они выжили эту зиму. Если они переживут, то все ништяк вообще. Да. Потому что прикольно, да. Я никогда не думала, что я буду там что-то за дерево там сильно переживать. А сейчас, когда вот посадили... Конечно, это такие деревья ореховые. Офигеть. Вот они в будущем, когда будут большие, это просто... Вот они красиво, листья сбрасывают. Они не листья, а вместе с веткой. Да, все дерево. И вот одна просто малочка остается. Крутая тема. Ну вот, набираем опыта с Олей. Потом будем вам рассказывать, как это все дело работает. Потому что все, что мы изучили в интернете, одни пугалки да шугалки. Типа все будет плохо, ничего не вырастет. Закрываете, покрываете. Короче, вот такой бред несут все эти огородники. Особенно эти, как там их коктейли, которые всякие делают. А, эти химические всякие добавки делают, да. Барменные огородные. Да, да, да. Они там вообще... Я этот показать хотел. Смотрите, тут у нас кустарники ива. Несколько видов. Тут сейчас вот темно, не очень видно. Два разных вида. Одни такие тонкие, ну такие более длинные досточки. А другие вот они с оранжевым таким. Ну сейчас это не видно, не в этом суть. Суть в том, что до сих пор конец ноября. Завтра, послезавтра уже там первые дни декабря будут. Зеленые деревья, прикиньте. Вот прям зеленые. Кустарники. Кустарники, да. И не падают, главное. Они прям растут. Да. Вот они растут. Живые зеленые деревья. Да. Я вообще, ну как бы ожидал, что они должны опасть. Потому что такое ощущение, что они такие мелкие. Эти листики. И они все должны были типа разом все свалиться. У нас два разных сорта и оба стоят. Да. Так что ива, вообще вот эти кустарники, они в метр два-три что-то там растут. За этот год вообще они выросли, мы только посадили. Очень крутая тема. Потому что быстро растут, красиво смотрятся. И зеленые до самой зимы, до самой весны будут зелеными. Не просто в смысле застыли, замерли, а прям растут. Как они растут, я не знаю. Пофигисты. Вот вам и ива. Ну на следующий год представляешь, что это кустарник. Он будет вот такой высокий. Ну да, к следующему году уже выше тебя. Красиво будет лежать. Да, очень крутая. Как в ботаническом саду. Может быть мы иву еще куда-нибудь кстати посадим. Потому что, ну вот сейчас в этом году мы посмотрим, какие растения приживаются. Каким пофиг на зиму. Я думаю всем пофиг. Все растения приживутся. Да. Смотрим как они выживут. Я думаю все выживут, все выживут. Потому что он снегом закрыт и все. Один фиг корни то останутся, вырастут вот эти кустарники. Какие у нас еще плитые деревья. Деревья, да. Сосновая роща. Сейчас я вам на улице просто покажу. нашу улицу. Как она круто смотрится. Так, дверь только. А, у меня есть пик. А вот у нас улица, ребята. Зимняя. Фонари у нас белого цвета, не желтого. Ха-ха. Да, уже потихоньку люди украшают. В этом году у нас типа конкурс. кто красивее украсит дом к Новому году. Мы тоже с Олей подготовим все эти лампочки. Съездим, купим. И тоже будем украшать дом. Пока не знаем как, но постараемся что-нибудь придумать. Я смотрю, думала, человек стоит в окошке, а там этот ждун сидит, да? Можно, кстати, прикольнуть его в Деда Мороза одеть. Да-да, оттуда смотрят. Да будет думать, что там кто-то постоянно палит. Миланочка туда пришла тоже в окно, думала Эдвин смотрит. А у Эдвина в комнате просто в окне, там этот ждун, игрушка, короче, стоит. Ну, прям такая голова типа плечи, все похоже. Ну, прикольно, да, на улице так хорошо? Да. Ништяк. Хороший воздух, хорошо. Особенно после уроков, да, Оль? Да, все так. Уроки, когда поучишь и выходишь на улицу. Красотень. Сейчас я заходил, хурму покупал. Чувак, там ларек есть один. Я тут постоянно с ним общаюсь. Вот, и он говорит, как-то у меня заказали, говорит, фрукты, привез в ваш поселок. Заехал тут к одной женщине, говорит. И я, говорит, как будто в другой... Я, говорит, тут рядом, за вашим поселком, в следующей улице живу. Я, говорит, даже не представлял, что настолько у вас красиво. Столько, говорит, живу здесь уже сколько лет. Первый раз сюда зашел. Ну, думал, ну, поселок, поселок, что только загородили этот, ну, забор такой. Типа делать нефиг, что ли. И вот, говорит, зашли. Потом, говорит, с женой пришли. Посмотреть. Вроде, говорит, так все просто. Газончик, все. Но, говорит, так классно. Говорит, ты идешь, как будто в другой мир попал волшебный, говорит. Да. Походили, говорит, теперь охота там у вас, говорит, дом купить. Мы, говорит, вот через улицу, в общем-то, тут живем. Ну. Вот фишка в чем, да? Если делать дома похожими, в одном стиле, делать газончик, посадить деревья, тоже все в одном стиле, чтобы было. У всех вот парковки, дома, елочки, да, вот. Красота. Да, ничего лишнего, никакого бардака. Ну, мне вот наши улицы вообще больше всех, если честно, нравится, потому что у нас здесь вообще нету других цветов. На следующей улице там еще как-то кирпичные. Цвета домов, да. Крыши там цвета уже в разнобойне немножечко есть. Вот тоже придерживаются как бы одной тематики, то, что вот елки, вот это газон. Ну, а тут вот прям идеально. Ну, вот так вот. Все, теперь можно пойти домой. Вот именно на такие моменты, когда в течение дня промерз, и ты это знаешь, что холодновато было, да, вот там в течение дня, когда ты что-то там делал. Тогда надо запускать хаман и прогреваться. И сто процентов не заболеешь. В принципе, я никогда не болею, но когда я чувствую, что я заберусь. Если даже нету хамана, я просто включаю душ в горячую воду, ну, насколько возможно. И просто стою столько времени под горячей водой, пока мне не станет очень жарко. И все время нормально сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok